Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. На 40% меньше в этом году очередь за ипотекой поредела. В каком состоянии рынок жилья? Рекордное количество угля на зиму. Как проблемный отец Ярового выглядит после масштабного ремонта? Помогают не только собирать вещи. Волонтеры Барнаула готовы пройти курсы медсестры, чтобы отправиться в госпитале. В Барнауле задержали мужчину, избившего инвалида при своем пятилетнем сыне. Напомним, инцидент произошел 12 ноября. Поводом потасовки стало замечание прохожего, который заметил, что мужчина жестоко обращается с ребенком. Сейчас следователи назначили судебные экспертизы и допрашивают очевидца, в том числе и самого обвиняемого. Ранее сообщалось, что следком возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Это неисполнение обязанностей по воспитанию и побои. На время расследования обвиняемый будет находиться в изоляторе. Почти на 40% упал спрос на ипотечные кредиты в Барнауле в сравнении с прошлым годом. Такие данные нашему телеканалу озвучили представители банковской сферы. Они также заверили, что интерес к недвижимости рухнул не только из-за объявленной в сентябре частичной мобилизации, сколько из-за специальной военной операции. Подробнее о том, какое жилье сейчас пользуются спросом и стоит ли тянуть с покупкой квартиры, расскажет Валентина Аскерова. Отметить новоселье этой осенью смогли не все. После объявления частичной мобилизации рынок среагировал мгновенно. Застройщики жаловались, что банки не дают ипотечный кредит мужчинам призывного возраста. Спустя два месяца паника спала. Есть ряд банков, это в основном частные банки, которые в принципе приостанавливали свою деятельность по выдаче ипотеки. Но это связано, наверное, не только с конкретной мобилизацией, а это связано с более экономическими факторами. Банки, у которых свой частный капитал, они очень зависимы от рынка, от многих факторов. И просто они не знали, под какие условия выдавать эту ипотеку. Немножко была пауза. Сейчас все работает в штатном режиме, говорят в банке. Но самих желающих поубавилось, если сравнивать с октябрем прошлого года на 20% выданных ипотек. А если брать более протяженный промежуток, то цифры следующие. Если опять же сравнивать с периодом аналогичным, в 2021 году за 10 месяцев мы получили меньше заявок в 2022 году. По отношению к 2021, порядка меньше, чем на 40%. То есть, да, ну это, как я повторил, связано в целом со спецоперацией, связано с мобилизацией в том числе. Но новые высотки все растут. Вот только сейчас они не популярны. Горожане смотрят на вторичку и загородную недвижимость. Люди смотрят на то, чтобы уже взять готовое, и можно было заехать и жить, не неся при этом рисков какого-то ожидания. Если посмотреть отчеты Министерства строительства Алтайского края, то там, как сообщающиеся сосуды, сейчас спрос перераспределяется непосредственно в сторону малоэтажного жилья. На сегодняшний день есть спрос, но далее мы наблюдаем уже ожидания. То есть, люди смотрят недвижимость, но, тем не менее, предпочитают пока подождать и присмотреть варианты более выгодные. Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость? Вот ваше мнение. Время или нет? Я думаю, нет. Я думаю, что нет. А я думаю, да. Почему? Ну, недвижимость у нас стоит и стоит, а деньги сегодня есть, завтра их нет. Деньги нужно на другое сейчас, более важное. По данным Краевого Минстроя, в этом году на Алтае появилось больше 800 тысяч новых квадратных метров жилья. Это почти 11 тысяч квартир. Плюс, по данным риэлторов, сегодня в Барнауле простаивает 3600 квартир вторичного жилья. Выбор огромен. Но в последнее время жители смотрят жилье не только в край, но и за его пределами. И этому есть причина. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры в новостройках, судя по данным интернете, в разных городах примерно одинаковая. В Барнауле больше 3 миллионов рублей, в Новосибирске те же 3, в Москве 5 миллионов, в Санкт-Петербурге 3 миллиона. Покупка квартир за пределами города Барнаула – это Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург и Москва. Получается, что платеж в месяц 25-30 тысяч рублей, и человек может приобрести квартиру в Москве. А в Санкт-Петербурге цены ниже, чем в Москве. По словам экспертов, пока нет причин ни к понижению, ни к повышению стоимости квартир в Барнауле. А еще они уверены, что если кто-то хочет решить свой жилищный вопрос, то нужно действовать и покупать. Но в инвестиционных целях скупать жилье сейчас не советуют. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. В России с начала года оформили 4 миллиона загранпаспортов. Это самый высокий показатель за 4 года, сообщили в ведомстве. Некоторые эксперты, объясняя такой спрос на услугу, проводимый спецоперацией и объявленной в сентябре частичной мобилизацией, не так давно в соцсетях даже писали, что мужчинам призывного возраста отказывают в оформлении заграндокумента. В Барнаульском МВД нам это опровергли. Объясняют, причиной отказа могут быть неверно заполненные данные, долги больше 10 тысяч рублей, участие в судебном заседании, не истекшие с судимости. Но для мужчин от 18 до 27 лет ведомство делает запрос в военкомат, не уклоняется ли человек от срочной службы. Также в МВД фиксируют рост заявлений на загранпаспорт. Но причина этому, по мнению специалистов, в том, что воспользоваться скидкой на госпошлину с января уже не получится. По итогам 10 месяцев 2021 года у нас было выдано как старого образца, так и нового образца заграничные паспорта, содержащего электронный носитель информации, порядка 14 тысяч. Если взять 10 месяцев 2022 года, получается около 18 тысяч. Как правило, документы для выезда за границу оформляют семьи, добавляют специалисты. Целью визита чаще всего заявляют в путешествии. На проблемной ТЭЦ в Яровом завершился масштабный ремонт. Как отмечают власти города, это первые крупные работы на объекте за последние десятилетия. В этом году на обновление станции потратили порядка 200 миллионов рублей. Еще почти полтора миллиарда ушло на подготовку к текущему отопительному сезону. Анара Шагирова побывала в обновленной станции. Последние три года для Яровской ТЭЦ, как и для периодически замерзающих горожан, были самыми напряженными. Котлы выходили из строя, температура в домах и на соцобъектах падала. Станция провела два года с 2019 по 2021 в режиме чрезвычайной ситуации, после в режиме повышенной готовности. Это было связано с тем, что станция находилась в плачевном состоянии. То есть в любой момент могла возникнуть чрезвычайная ситуация, то есть поломка станции. То есть мы как бы были на волоске. Устранять проблемы власти взялись уже после того, как станция перешла из частных рук к муниципалитету. Так весной этого года чиновники заявили о масштабном ремонте. В марте поочередно принялись чинить котлы. Сначала 10-й, затем 7-й, после 9-й. Одновременно отремонтировать их не смогли, так как один из них работал и давал яровчанам горячую воду. На эти работы власти затратили порядка 200 миллионов рублей. На сегодняшний день все они у нас в работоспособном состоянии находятся. Сегодня мы работаем на 9-м котле и 7-й и 10-й котел у нас находятся в резерве. Помимо этого мы также провели за счет краевых средств ремонт теплосетей порядка 1,9 километров. Впрочем, тепло в домах, хотя и до зимних морозов еще далеко, жители уже ощутили. Тепло. А было в прошлом году как? Было временами холодно. В прошлом году было, да, моментами холодновато. Но, собственно, я тоже, я бы не сказала, что мы прям вообще замерзали, прям замерзали. Вот, ну, было холодновато. В этом году на подготовку ярового к зиме правительство региона выделило почти полтора миллиарда рублей. В основном, как замечают городские власти, они ушли на закупку угля. И в этом году его здесь рекордное количество – почти 66 тысяч тонн. А значит, топлива хватит до конца марта. Однако при всех видимых переменах паспорт готовности к отопительному сезону город так и не получил. Ростехнадзором выявлены ряд замечаний, которые сложно устранить без полностью остановки ТЭЦ. Ну, то есть, есть такие замечания, которые для того, чтобы устранить, нужно остановить полностью ТЭЦ. Но мы не можем этого сделать, потому как от работы ТЭЦ у нас зависят еще и промышленные предприятия, это химические заводы, другие суподрядные у нас организации. И хотя ремонт на станции уже завершен, в следующем году власти планируют увеличивать надежность станции и строить четвертый котел, который будет запасным. В то же время здесь уже работают над появлением новой блочной модульной котельной. Сейчас этот вопрос на стадии сбора нужных документов. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком. Качество продуктов питания необходимо повышать, считают жители края. Такой вывод можно сделать, исходя из обращения людей в региональное управление Роспотребнадзора. Там запустили горячую линию по вопросам качества и безопасности рыбных, мясных и молочных продуктов питания. Какие меры примут по ее итогам и на что жалуются потребители? Смотрите в сюжете. Управление Роспотребнадзора по Латайскому краю. Добрый день. Один звонок тут же сменяет другой. Судя по тому, что телефон не умолкает, жители Алтайского края потребители весьма взыскательные. Для них с начала ноября запустили горячую линию по вопросам качества трех категорий базовых продуктов питания. Мясных, молочных и рыбных. Все эти продукты относятся к категории значимой, социально значимой. Более того, как с точки зрения эпидемиологической безопасности эти продукты скороборчатся, то есть они требуют более жестких режимов хранения, их соблюдения. Поэтому неважно, молоко это, либо это сосиски, сардельки. То есть требования достаточно четко прописаны и они существенны. За две недели на горячую линию обратилось больше полутора сотен жителей региона. Треть из них – барнаульцы. Людей волнуют разные вопросы. Ценовой разбег на сметану разных производителей, отличие состава мясных и мясосодержащих продуктов, сопроводительные документы на товары. Нередко, говорят в Роспотребнадзоре, граждане жалуются и на маркировку пищевых изделий. Опрос барнаульцев на улице подтвердил остроту этой и других проблем. Маркировка нечитаемая бывает. Хотелось бы, чтобы пожилые люди прочитали эту маркировку, увидели, из чего состав идет. Возьмите же пельмени, они пишут, например, мясная продукция изготовлена из синей наговядины, а там могут быть добавлены и курица, и все что угодно. Вот, так же и на колбасных изделиях. Маркировки плохо читаемые. Иногда купишь там не мясо, а как будто поролон, что ли, наверное, получается. Раньше на базаре лучше было. Чтобы хотя бы цена качеству соответствовала. Если мясо невкусное, пусть оно стоит дешевле. Ну, вот если про колбасу говорить, ну, ожидая, что она должна быть вкусная, она, например, невкусная. Она, ну, не оправдывает ожидания, скажем так. Рыба была, но она была, то есть, не первой свежести. То есть, дата была одна по факту, а на самом деле она, ну, не этой датой, которая там указана. Повлиять на изменение состава продукта или ценовую политику производителя, подчеркивают в Роспотребнадзоре, их ведомство не вправе. Но специалисты проконсультируют по наличию сопроводительных документов, обязательной информации в маркировке товаров, соблюдению санитарных правил и норм. И если продавец допускает нарушения, сотрудники ведомства готовы помочь потребителям в составлении претензии. Такую, к примеру, оформили одному из барнаульцев. У меня вопрос по рыбе. Так, что с рыбой? Приобретенная рыба после разморозки дает очень много воды, и она становится по весу намного меньше, чем я за нее заплатил. Содержание глазури должно быть не более 5%. По данному факту вы имеете право обратиться к продавцу данной продукции некачественной с претензией. Будет перерасчет цены, покупной цены. Если будет установлено, что содержание влаги значительно больше, то есть льда, чем предусмотрено техническим регламентом. Если и у вас есть вопросы к качеству, продаваемой рыбной, мясной или молочной продукции, вы можете обратиться на горячую линию Роспотребнадзора. Ее работа продлится до конца ноября. После подведут итоги и опубликуют их на сайте ведомства. Кроме того, продавцам продуктов питания ненадлежащего качества направят соответствующие предостережения. Данное предостережение направляется субъекту предпринимательства. Таким образом, меры принимаются. С тем, чтобы в дальнейшем такие нарушения не допускались. Специалисты надзорного ведомства подчеркивают, обращения о продаваемых продуктах питания они собирают регулярно. Это позволяет оперативно реагировать на нарушения со стороны участников рынка пищевой промышленности и, как следствие, сохранять здоровье населения. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. И к другой теме. Маломобильные пациенты барнаульского поселка Южный вновь вынуждены сами преодолевать сотни метров до больницы. По словам местных жителей, главный врач 10-й горбольницы распорядился не пускать водителей, в том числе такси, на территорию медучреждения. Привез больного человека на городскую больницу номер 10. Больной не может ходить. Мне отказывают, не проезжают. Только по пропускам. Летом этого года водители такси жаловались на запрет подвозить людей к крыльцу 10-й горбольницы. Маломобильные пациенты добирались до врачей на своих двоих. После нашего сюжета таксистам начали открывать шлагбаум, но спустя 4 месяца возмущаются водители. Акция закончилась. Все. Не хотят пассажиры, идите пешком. Забрать надо с больницы неходящего. Вот распоряжение. В Минздраве нам пояснили, что подобных поручений главврач охранному предприятию не давал. И если проезд запрещают, то нужно обращаться в администрацию больницы. 15 желающих из общественных организаций Барнаула, которые с начала частичной мобилизации собирают теплые вещи и оборудование участникам спецоперации, пройдут курсы медицинского дела. С 21 ноября по 2 декабря 15 волонтеров будут заниматься в медколледже и учиться оказывать первую помощь. По словам волонтеров, идея создать такую группу возникла после призыва их сыновей. И пройдя курсы медсестры, уже есть желающие отправиться в госпиталь для помощи военнослужащим. Другим навыки нужны для помощи своим пожилым или больным родственникам. Несколько недель назад такие курсы начались уже у журналистов Алтайского края. Они проходят в рамках проекта «Журналист меняет профессию» и были запланированы еще до начала мобилизации. Как оказалось, теперь эти навыки будут полезны вдвойне. Чему сотрудники СМИ научились на последнем занятии, расскажем в сюжете. Берем свой кулак, обхватываем его и глубоко, вот они, косточки у меня, да, выступающие, вот он, в паховое кольцо ввожу и начинаю опускать, прижимая до остановки кровотечения, сама наблюдаю. От серьезного кровоизлияния человек может умереть всего за пару минут. В стенах базового медицинского колледжа продолжается проект «Журналист меняет профессию». Что делать, если повреждена крупная артерия? Как остановить артериальную или венозную кровь? Все эти навыки могут пригодиться не только в боевых действиях, а банально дома, на даче, да где угодно. Кровотечение увидела? Первое, что я сделала? Пальцевое зажатие. Я саму рану зажимаю, первое движение. Второе – перевожу в вертикальное положение и укладываю себе на плечо. А дальше правильно наложить жгут, не передержать его и дать раненому обезболивающее. Видите, какая рука стала? Поставьте вторую, не видят. Белая. Это страшно просто. И третий признак – отсутствует пульс на периферии. Снимать? Ого. Шарф, оторванный рукав, галстук и даже обычный ремень может стать жгутом. Теперь смотрите, внутреннюю петлю одеваю. Йод может вызвать ожоги, а зеленкой мы обрабатываем вокруг раны. Об этих и других лайфхаках многие слышат впервые. А если будете вот таким вот движением скатывать, очень долго, и эффекта вы не получите. А если вот такой пойдет вариант скатывания бинта, левая рука направляет, а правая катает. И если эластичный бинт я накладывала вот так тур на тур, то смотрите, когда с бинтовой повязкой, очень часто вот такой эффект происходит, скольжение. И вот пытаешься его притянуть. А теперь смотрите, что я сделаю. Я вот так положу под углом. И когда я первый тур сделаю, он уже, смотрите. А это уже продвинутый уровень повязки – рыцарская перчатка. Ее часто накладывают при ожогах. У нее вся тыльная поверхность защищена. А ладошку покажите всем. Вот если бы я знал хотя бы часть этих простых, но важных премудростей по наложению повязок, то избежал бы, наверное, многих неприятных моментов как раз в походе. Поэтому вот те знания, что мы получаем сейчас, это важнейшее дело, я думаю, не только для любителя походов, а вообще для любого современного человека. Живем мы в очень непредсказуемом мире. Уже в эту субботу журналистов ждет последнее занятие в рамках медицинских курсов. Еще одна профессия, хоть и немного, но освоена. Это прям какая-то метафора семейной жизни. Ирина Корчагина, День с толком. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...